Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Если молодой человек все время берет за ручку, меняет, так со мной гуляет, цепляет пассы в общий замок, о чем это говорит, погуглил и хотел бы от экспертов услышать ответ. Ему 40 лет, меня это интересует, что это значит, просто о чем говорят в связи с сигналом. Я бы сказал так, две вещи. Две вещи я бы сказал. Первое то, что нет какого-то единого, на мой взгляд, реестра, нет какого-то единого, на мой взгляд, критерия таких действий, потому что все люди вкладывают совершенно разные свои действия и в зависимости от своих ценностей, в зависимости от своего опыта, в зависимости от своих потребностей, в зависимости от своего темперамента, в зависимости от своих привычек, в зависимости от того, что для человека приемлемо, а что нет, например. вот, как бы они поступают, соответственно. То есть нужно понимать, что для одного человека с одной психологической организацией это действие значит одно для другого человека с другой психологической организацией. Это же самое действие, но означает совсем другое. Вот. Нужно это обязательно учитывать. Я бы сказал то, что у меня возникло вот в качестве такой обратной связи, да, я бы сказал, что молодой человек хочет подтвердить, скажем так, подтвердить принадлежность. То есть ему очень важно именно вот фиксировать, зафиксировать принадлежность. Вашу и ему. То есть, грубо говоря, что вы принадлежите ему. Вот. На мой взгляд, так. Это работает. На мой взгляд, такая вот, значит, тенденция здесь, ну, прослеживать. Понятно, что утверждать я бы ничего не стал. Понятно, что это все всегда имеет очень такое условное право на существование, потому что у всех все разное. Но вот это некий контроль, это некая такая метка, что это моя, мой человек, моя девочка, например. Ну вот, по типу того, по типу того, когда, может быть, вы видели такое, когда на улице, например, идет пара, да, и эта пара, она идет таким образом, что мужчина как бы девочку приобнимает. Вот. Вот. Вот это вот оно, как мне кажется. То есть, вот это вот при объятии. Вот это вот тоже история про то, что делает ваш мужчина, только немножко более, ну, сдержанно. То есть, я не знаю, там, в отношениях вы находитесь или нет, да. Поэтому, соответственно, если вы находитесь не в отношениях, то, естественно, ну, наверное, обнять вас было бы некорректно. Вот. Обнять вас было бы некорректно, а вот держать за руку вполне. Держать за руку как-то вот, значит, рукой, да. Руками показывать, что вы его, руками показывать, что вы, как бы, принадлежите ему, да, это вот вполне реально. Ну, и вполне реально такие мужчины, которые вот на самом деле поддают этому большое значение. Вот. То есть. Мужчине может казаться, что если он держит женщину, обнимает ее, да, если он ее держит, если он ее как-то касается, то всем, как бы, видно, что она его. Вот. Ну, а можно как-то дальше на эту тему просто ждать и предположить, что человек выделяет гендерный аспект, скажем, аспектом личности. То есть, ну, позарелевую модель человек превосносит над остальным. Вот. И лично я такой подход, такое отношение связываю с неуверенностью в себе. То есть, на мой взгляд, человек демонстрирует таким образом неуверенность. Если я хочу, чтобы как-то было видно, что девушка принадлежит мне, да, то, соответственно, что я думаю о том, что она может мне не принадлежать. Вот. И, соответственно, у меня есть какие-то опасения по поводу того, что девушка может от меня уйти или бросить меня, или выбрать другого, или изменить, или что-то еще. Если это так, если в данном случае я как-то вот, ну, если как-то вам откликается то, что я говорю, вот, то только вам решать, хотите ли вы в каких отношениях находиться. То есть, ну, подходит ли вам такая история, что вот вас воспринимают как некую, как некую такую ценность, да, которая вот, которая важна баба. Я не говорю однозначно, что это плохо, я не говорю однозначно, что так нельзя, вот. Я не говорю, что это обязательно история про то, что вам не подходит это, вот. Но я говорю о том, что просто такова реальность на данный момент. И как вам с этой реальностью обходиться, да, то есть, что вы будете делать с этой реальностью решать вам, на мой взгляд. Вот такая вот история. Просто справедливости ради надо сказать, что подобное действие может свидетельствовать о желании человека находиться с вами в близости. Психологические близости через руку, потому что руки это социальный контакт с точки зрения телесно-ориентированной психологии. С точки зрения физического, но не интимного, пока что, контакта. Вот, человек хочет быть к вам ближе. Может ли за этом следовать, как бы, стремление к интимной близости, да, конечно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было интересно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой, если вы хотите, если вы увидели, ну, если вы увидели для себя где-то возможность вырастить, да, если вы где-то увидели для себя возможность измениться. Вот. Всего вам самого доброго.